Деятельность Объединенного отдела по делам обороны города Экибастуза на сегодняшний день нацелена на качественный отбор и определение годности к воинской службе и состояние здоровья граждан, а также на определение количества людей, у которых на законном основании имеется отсрочка от призыва на срочную воинскую службу. Сколько экибастузцев призовут в армию этой весной? Весной 2024 года будут призваны 142 призывника. Призывной контингент варьируется от 18 до 27 лет. 142 призывника разделены по нарядам именно пограничной службы Комитета национальной безопасности, служба Государственной охраны Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Национальный галаварди Республики Казахстан и Министерство обороны Республики Казахстан. Начальник отделения призыва и вне войсковой работы Объединенного отдела по делам обороны города экибастуза Аблай Ахмедшанов остановился на новшествах в призыве на срочную воинскую службу. Сроки службы и определения годности так и остались. Также один год в течение 12 календарных месяцев. Новшества были по льготам для призывников. Это в первую очередь приостанавливали кредиты. То есть оплату кредитов данным гражданам, кто будет призываться, приостанавливали именно на 13 месяцев. Это на 12 месяцев период прохождения воинской службы и один месяц после прохождения воинской службы, срочной воинской службы, для дальнейшего трудоустройства и получения первичной заработной платы. Чтобы дальше он мог беспрепятственно и без просрочек оплачивать свои кредиты для этого. И второе. Лица, отслужившие срочную воинскую службу, имеют на данный момент на конкурсной основе, то есть не конкурсная основа, а показавшие хорошие показатели боевой и учебной подготовки, имеют право поступить на высшее учебное заведение. Это, во-первых, высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ на платной основе. В прошлом году гранты предоставили более 70 вузов. Свыше 2000 отслуживших граждан получили сертификаты на право обучаться на бесплатной основе. Аблай Ахмеджанов рассказал и о категории лиц, которых не призывают на срочную воинскую службу. То есть это по состоянию здоровья, для продолжения образования и по семейным обстоятельствам. Это лица, которые, например, женаты и имеют одного и более ребенка. Либо лица, если у призывника имеются близкие родственники с инвалидностью, то есть на его иждивении близкие родственники есть, либо на его иждивении ребенок несовершеннолетний. Если есть, то ему тоже отсрочка предоставляется. Также депутатам местного созыва парламента республики Казахстан. Также спикер напомнил об ответственности за уклонение от воинской службы. Злостно уклоняющиеся от воинской службы подлежат уголовной ответственности по статье 387 Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок. На сегодняшний день мы призвали в ряды пограничной службы 11 человек. Службу Государственной охраны Республики Казахстан 1 человек призван, и Министерство обороны Республики Казахстан 28 человек. В общем количестве мы должны призвать 142 человека в этом году.